Мёблиус – это тот самый мёблиус, который придумал лист Мёблиуса, в честь кого назвали этот самый лист Мёблиуса. Это был замечательный математик, он много всего сделал. И определена эта функция очень просто. Но я не хочу сейчас говорить, как она определена. Я хочу, чтобы вы сами догадались, как её нужно определять. Скажу, в какого типа задачах её используют. Для восстановления одной величины по другой. Оказывается, есть так называемая формула обращения Мёблиуса. Более того, этих самых формул обращения даже две штуки важных. Давайте начнём с такой задачи. Как известно, у любого числа есть делители. Правильно? Вот, например, у числа 12 есть делители. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Замечательно. Что это означает? Это означает, что если вы берёте дроби 1 двенадцатая, 2 двенадцатых, 3 двенадцатых и так далее, 11 двенадцатых, 12 двенадцатых, то каждую из них можно записать в искротивом виде. И в знаменателе будет один из делителей числа 12. Давайте мы это даже сейчас не поленимся сделать. Вот я просто-напросто пишу. Только мне не хочется слишком много коротиться вашего времени. Поэтому я не пишу 12, а считаю, что это, что называется, не так понятно, да? Я выписал все числа от 1 до 12, а теперь мысленно я везде здесь написал 12-12, чтобы писать он мог раздать. И теперь, будьте добры, каждую из этих дробей записать в несократимом виде. Это легко. 1 двенадцатая, 1 шестая, 1 четвёртая, 1 двенадцатая, 5 двенадцатых, 1 вторая, 7, 8 двенадцатых, это что такое? Это 2 третя, 9 двенадцатых, 3 четверти, так? 1 двенадцатая, 10 двенадцатых, это 5, 6, 6, 7, 11 двенадцатых и 1 четвертая. Давайте посмотрим, что здесь есть для каждого из чисел. Ну, для числа 1 здесь 1, да. Для единицы 1, 2. Для числа 2, сколько дробей? 1. Для числа 3 2 дроби, для шестёрки сколько? Ой, нет, для четырёх ещё. Для четырёх 2 дроби, и для шести 2, а для двенадцати 4. Так, проверьте, пожалуйста. 1 плюс 1 плюс 2 плюс 2 плюс 4, как будет? Это будет 12. Ну, что не удивительно, потому что всего дробей было 12. Хорошо. Так вот. Это называется функция эйбера. Пока что не эйберуса, а эйбера. Это надо знать. И обозначается она фи от н. Что такое фи от н? Количество несократимых дробей со знаменателем n. Другими словами, фи от н – это количество таких чисел, что к от 1 до н, и при этом наибольший общий делитель к и н, чему равен? Одно. Количество. Все числа от 1 до 1000, которые взаимно просты с числом 1000. А, кстати, что такое взаимно простое с 1000? Это что? Не делится. Нет. Не делится на что? На 7. Нет. Не делится ни на 2 из его делителей. Отлично. А какие делители? 2, 5. 2 и 5. Да. И сколько же чисел от 1 до 1000, которые не делятся ни на 2, ни на 5? Ну смотри, в каждом десятке 4 таких числа. Вот. Слышите? В каждом десятке 4 таких числа. Значит, 400. Да. 400. 400. Кстати, можно было так еще сказать. Берем 1000, выкидываем черные числа, выкидываем делящиеся на 5 и возвращаем, потому что мы их два раза выкинули, а надо было один раз, делящиеся на 10. Согласны? Да. Замечательно. Значит, функцию равен 1000 мы посчитаем, так? Скажите, пожалуйста, то, что вот на правой доске показано. Какое очевидное равенство дает для функции Эйлера? Функция Эйлера от единицы плюс от двойки, от тройки, от четверки, от шестерки, от двенадцати вместе дают что? Вместе дают 12. Это не какое-то особое число. Как всегда, для любого не правильного числа выполнена такая замечательная формула. для трех не подойдет. Для трех не подойдет. Для трех? Да. Даже подойдет. Очень важно. Один плюс два. У числа три два делителя, единица и тройка. Фи от единицы, единицы, фи от трех – это двойка. Так вот, сумма значений функции, взятая по всем делителям, это число n. Поняли? Точно поняли? Запишите, пожалуйста, себе эту формулу. Удивительным образом она очень важна для теории чисел. Когда в арифметике вы будете заниматься разными вопросами делимости, то удивительным образом это часто встречается, и это важно.